Приветствую вас, дорогие друзья! Спасибо, что заходите на мой канал. Сегодня я хотела бы поговорить о средствах, которые закончились у меня за это лето. Видео данной категории я считаю очень важными и наиболее информативными из всех, так как составить свое мнение о конкретном средстве возможно только после того, как вы полностью его используете. Ну, если, конечно, сможете его в итоге полностью использовать, если не разочаруетесь и не будет никакой аллергии. Начать хочу с ухода. Я использовала кремы от Виши. Это два средства. Неоводиол Мажестраль и Лифт Актив Суприм. Что я могу сказать об этих средствах? Да, красивые коробочки. Да, тяжеленькие, да, модненькие, раскрученный бренд. Это не настолько натуральная косметика. Если вы посмотрите составы косметики, посмотреть их можно на специальных сайтах, и я обязательно оставлю вам в описании к этому ролику ссылочку, где вы можете просто посмотреть, какие полезные вещества, какие вредные. Ну, в общем-то, я делаю для себя выводы. Использовала я их полностью до конца. Коробочки жалко выбрасывать, здесь прям зеркальце находится в крошечке. Мажестраль. Вот это в бежевенькой такой баночке, более жирный крем. Лифт Актив. Более такой, я бы сказала, дневной вариант. Он быстрее впитывается. Запахи химические, ненатуральные. Составы не очень хорошие. Но утром кожа довольно неплохо себя чувствовала. Было ощущение такой напитанности. Но, что я вам хочу сказать. Эти кремы вызвали какое-то двойственное такое ощущение, потому что после них образовалось несколько жировичков вот в этой области. Да. То есть, если кожа смешанная либо жирная, и в этой области могут образовываться угри, жировики и так далее. Если кремы забивают поры, час я с большим трудом вывожу с помощью кислот. Обязательно расскажу вам как. Так что двойственное у меня ощущение. Не могу сказать, что я очень сильно довольна. Создала я их на сайте. Отзыв у меня был ужасный в одном из моих роликов. Если вы не смотрели, я оставлю вам ссылочку. Сервис жуткий у них. Очень плохо все упаковано. Разорваны упаковки. И очень короткие сроки годности. Практически истекающие. Так что будьте аккуратны, если будете заказывать на сайте Виши. Куплю ли я снова эти средства? Нет. За такую цену и с таким эффектом, который мне совершенно не понравился в итоге, нет, больше не куплю. Увы. От компании Арно. Приобрести такие кремы можно в магазинах Литуаль. Но также, я думаю, можно приобрести их и на сайте. Это французская компания. Крем дневной. Очень небольшой SPF. Всего лишь 5. Неплохой базовый уход. Довольно долго пользовалась этими средствами. Но недавно я почувствовала, что мне больше не подходит данный уход. Скорее всего, кожа просто привыкла. И уже больше не реагирует положительно на данные средства. Но для тех, у кого нет никаких возрастных изменений, то есть совсем нет, не потеряна упругость, я бы рекомендовала это хороший базовый уход. Крем от Mizon. Плацента ампул крем. Великолепный, концентрированный крем с экстрактом плаценты. Mizon это корейская компания. Просто была поражена, что крем вот такой вот густоты и жирности настолько идеально впитывается. Я даже пробовала наносить его днем, и он идеально впитывался и не скатывался под макияжем. Просто было какое-то чудо. Но вы, наверное, знаете, что компанию Mizon я очень люблю. И средства этой компании использую с огромным удовольствием. И еще один очень неоднозначный по своему эффекту. От компании Source Natural Skin Eternal Крем. Что здесь содержится? Это липоевая кислота, комплекс антивозрастной, ДМИ. Сеэстер это витамин С в жиросодержащей форме. Коэнзим Ку-10, да, это антиоксидант мощный и ячей кислоты. Крем этот, к сожалению, мне не подошел. Тогда больше не куплю. Во-первых, у него очень тяжелый запах мочевины. То есть просто как общественный туалет. Для тех, кто не переносит резкие запахи, я даже не советую вам близко подходить к этому крему. Запах остается на подушке, запах остается утром. То есть средства с автозагаром просто отдыхают по сравнению с этим кремом. Я пробовала честно использовать его на лицо, на зону декольте. Я пробовала использовать на руки, на ноги уже в конце. Уже не знала, как его использовать. Потому что мне просто было жалко его за такие деньги. Он в районе тоже тысячи рублей, тысячу даже с чем-то. На iHerb я его приобретала. По большому количеству положительных отзывов. Здесь действительно хороший состав. То есть это не просто какая-то ерунда. Но это очень хороший состав. Прежде всего из-за состава я его приобрела. Но я не знала, что я не смогу выносить этот запах. И если я знаю, что крем полезен, то я в принципе могу потерпеть какие-то странные натуральные ароматы. Витамин С странно пахнет, если кто-то использовал средства с витамином С. Но здесь такая вот горючая смесь, которую я просто не могу вынести. Вы знаете, мне даже кажется, там еще что-то осталось. Да. Я просто боюсь его использовать. Знаете почему? Потому что у меня проявилась на него дикая аллергия. Я пробовала его использовать на лицо. Было просто неприятно, липко и так далее. И тогда я его стала использовать на грудь и зону дюкальте. И я вся пошла пятнами. Это запись о вот этой самой аллергии, да, на этот крем. У кого очень тяжелая особенно форма аллергии. Можно схватить просто анафилактический шок. Будьте, пожалуйста, аккуратны. Это кошмар в банке, который я точно больше никогда не куплю. В отличие от витаминов с точно таким же содержимым, да, которые замечательно принял мой организм. Они дают бодрость. Ты быстро просыпаешься. То есть действительно хорошие витамины. Здесь много, здесь 120 таблеток. По 2 штучки в день вполне достаточно. Коэнзим Q10, DMA. Ну, все те же самые ингредиенты, но в виде витамина. Кстати, без запаха, что прям меня обрадовало. Поэтому витамины, да, но они, конечно, дорогие, друзья. То есть те витамины, которые я покупаю сейчас, тоже на iHerb я заказывала гораздо дешевле, чем они. Но если вы все-таки хотите вот такой вот антивозрастной комплекс пропить, то я бы вам очень советовала. К сожалению, закончился мой любимый крем, который мне очень-очень понравился. От Reveva Labs. Это американская компания. Throw and Eye Cream. Много раз я вам о нем рассказывала. Это очень густой, масляный, такой прекрасно при этом впитывающийся вот такой вот чудо крем для зоны шеи и декольте и под глаза. Потому что именно на этих двух зонах кожа очень тонкая, лишенная жировой прослоечки. Она страдает не только от обезвоживания, но еще и от обезжиривания. Поэтому кремы здесь должны быть либо очень увлажняющие. Эти зоны лучше всего использовать вначале сыворотку, и потом вот такой вот густой крем. По цвету вот тут чуть-чуть еще осталось. Он такой же желтенький. Здесь очень много масел, очень много экстрактов. Практически не имеет никакого аромата. Я думаю, что многие люди сказали бы, что он вообще ничем не пахнет. Конечно же, куплю его снова, как только возникнет такая необходимость, потребность. Но, скорее всего, на зиму. Приобретала я его в iHerb. Обязательно оставляю вам всегда ссылочку на скидку. Замечательная вещь. Напитанная кожа, увлажненная. Ну, просто любовь-любовь. Снейл Рапея Интенсив Ампул от Мизон. Я уже приобрела ее снова. Вот одна у меня закончилась. 70% улиточной слизи. Как улиточная слизь действует на нашу кожу? Она ее разглаживает, увлажняет, напитывает полезными веществами, а также отбеливание идет и подтяжка. То есть это все реально. Это супернаходка. Улиточная слизь берут ее от Ахатинов. Я обязательно сделаю для вас отдельный ролик по улиточным средствам. Я очень рекомендую вам ее приобрести. На iHerb ее можно приобрести с хорошей скидкой. Гораздо дешевле, чем на остальных сайтах. Так что очень рекомендую вам попробовать. Я уже купила новую. Собствует выработки коллагена, собственного коллагена. Увеличивает эластичность кожи. Как бы связи между клеточками кожи улучшаются. И действительно, реально идет подтяжечка. Больше это будет заметно, естественно, на сильной такой возрастной кожи. После 50 эти средства очень полезны для тех, кто борется с акне и пост-акне. То есть всякие точечки, которые остаются после воспалений, прекрасно удаляются в процессе использования вот этой сыворотки. Как использовать данные сыворотки, я очень подробно показываю в своих видео по уходу. Посмотрите, пожалуйста. Оставляю вам вот здесь ссылочка наверху под восклицательным знаком. Сыворотка, которая у меня закончилась. Это сыворотка для кожи вокруг глаз от Планета Органика. Вот такая вот маленькая сыворотка. Очень, кстати, правильная упаковочка. Тяжелое стекло. С помпой вот такой, да. Но она не полностью запаяна. Ее все-таки можно открыть. Что я могу сказать по поводу этой сыворотки? Она увлажняет, да. Но, в общем-то, очарование молодости, подтяжка. Ну, в общем, лифтинг эффекта здесь нет. Сравнивать вот эти две сыворотки, конечно, выигрывает мизон. Естественно, натуральные экстракты. Их очень много. Здесь нет никаких, я бы так сказала, активных подтягивающих компонентов. И не было больших ожиданий от этой сыворотки. Просто в качестве антиоксидантного какого-то ухода, да, который можно было использовать летом, я ее использовала. Увлажняет? Да. Ну, в общем-то, и все. Для тех, кто ждет большего, используйте, пожалуйста, сыворотки с улиточным муцином, которые, кстати, прекрасно наносятся под глаза тоже. Бежать прям за ней в магазин я, естественно, не буду. Ну, при случае, если ничего не будет другого, куплю в качестве увлажнителя под глаза. Сейчас у меня есть люксовое средство под глаза, сыворотка. Я жду какого-то результата от нее. Не знаю, даже дождусь ли вообще. Таким образом, мы с вами вполне логично перешли к средствам для тела. Уход. Закончился у меня вот такой вот крем антигравитация от Organic Kitchen. Я уже говорила вам, что Organic Kitchen мне косметика очень нравится, уход замечательный. Я не жду от него чего-то невероятного за 100 рублей, вот за такую банку, да. Хорошее увлажнение, хорошо впитывающиеся кремы. Кстати, очень экономичные, разносятся хорошо. Они все такие довольно жидкие, либо гелевые. И они за счет этого быстро раскатываются хорошо. Очень по коже, особенно по влажной. Но приятные вкусные ароматы, такие цветочные, натуральные. Ну, в общем, косметика довольно натуральная. Много очень, кстати, сейчас уже у них магазинов. И по Москве, и в других городах довольно много. И можно ее заказать по интернету. Поэтому очень рекомендую. У меня еще несколько масок осталось от Organic Kitchen и для волос. И много масок для лица и кремов для тела. Поэтому буду использовать дальше. Ну, прям вот, чтобы срочно покупать, нет, не буду. Но при случае, если возникнет такая необходимость, да. Ну, и теперь крем вот такой вот, большой крем. Почему показываю вам? Это Avon Care Rich Moisture. Обычный базовый крем. Ничего особенного он не делает. Но большой плюс, он прекрасно впитывается. То есть, это то, что нужно для того, чтобы смягчить и увлажнить кожу тела. Очень удобно им пользоваться. Не сломался дозатор. То есть, прекрасно работает. Замечательный крем. Я закажу обязательно еще. В финале этого ролика я хочу поделиться с вами двумя, к сожалению, разочарованиями. В косметике декоративной. Думаю, что многим будет полезна эта информация, чтобы просто они не ошиблись с выбором. Вот такая у меня есть тушь. False Lash Effect от Max Factor. Этикетка с нее до сих пор так и не стерлась. Туши этой уже три года. И вот в результате сейчас я ее выбрасываю. Потому что я просто не могу ей пользоваться. Все эти три года я пыталась найти хоть какой-то к ней подход. Это черная тушь. У нее довольно толстая кисточка, что тоже не очень удобно. Этикетка силиконовая. И это водостойкая тушь. Практически не переносится на ресницы. То есть, вообще никак. Я не могу ей накрасить ресницы. То есть, они становятся еще меньше, чем были. Представляете? То есть, это очень странно. Я думала, что может быть она сильно очень гелевая. И вот она подсохнет. И вот пройдет какое-то время, месяц, два, три. Я открою ее. И случится чудо. Будут длинные прекрасные ресницы, с которыми я могу плавать в бассейне. И ходить летом. И попадать под дождик. И ничего не случится. Нет, друзья. Так этого и не произошло. Прошло три года. И вот она как была жидкая. Вот такая гелеобразная, масляная какая-то, что ли. Даже не знаю. Она вообще не оставляет никакого следа на ресницах. И поэтому даже невозможно понять, водостойка она или нет. Потому что ее просто не видно на ресницах. Для губ. Люксовое средство от Шосейда. Во-первых. Ох, я даже не знаю, с чем начать. У него жуткая кисточка. Смотрите. Она отрезанная как будто бы. То есть, она с тупым кончиком. Она вот такая многоволосковая. Я не знаю, как по-другому сказать. И при этом она какая-то вся пластиковая такая. Она вот так вот вся пушится. Происходит какое-то жуткое чудо. Какая-то мистификация. Вы наносите. Вот этот вроде бы казалось такой вот малиновый яркий цвет на губы. Проходит полчаса. И он исчезает. То есть, вообще исчезает практически. Он оставляет такой легкий-легкий тинт. Вот из такой яркой пигментации он весь куда-то стекает. Облезает. Он не держится на губах вообще. Представляете? То есть, я не знаю. Столько денег было потрачено. Ну, просто жалко. Очень жалко. 10 блесков или помад можно было приобрести в бюджетной линейке, которые классно держатся. Не облезают вообще. Что это такое, я не могу понять. Я даже не хочу ей пользоваться. Просто она пачкает все губы, зубы. Но совершенно не держится на губах. Это что-то странное. Я не советую вам покупать вот такие блески от Шесейда. Вот с такой странной кисточкой. Пожалуйста, всегда смотрите, какая кисточка. Потому что, вполне возможно, вы просто не сможете ей даже пользоваться. Спасибо большое, что вы были со мной. Я надеюсь, это видео было для вас информативно и полезно. И вы как-то можете определиться. Теперь не тратить лишние деньги. Что ж, спасибо большое, что вы были со мной. Я желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока!